Неожиданное стихийное бедствие вызвало большие проблемы жители улицы Вернацкого в Кокшетау. Дома были затоплены и несколько семей остались без крыши над головой. В их числе семья Копаровых и семья Никулиных. Две семьи сегодня празднуют новоселье. Аким области Марадахмедшанов вручил им ключи от квартир. Семьи, чьи дома были затоплены и пришли в негодность, получили квартиры. Они были приобретены за счет бюджетных средств. Сауле Копаровой в одиночку воспитывающей четырех детей вручили ключи от трехкомнатной квартиры. У меня вся мебель, все ушло под воду. Президент, как обещал, он так и все, как бы свои обещания выполнил. Помогли, всем большой рахмет, все поддержали и с работы, и коллеги, и подруги, и все-все-все. Сейчас, я не знаю, у меня такая радость, у меня дети счастливые, вон дома прыгают, как бы это, не знаю, это не описать. Порядка 180 семей на сегодняшний день получили единовременную компенсацию в размере 100 месячных расчетных показателей. Члены комиссии подсчитывают имущество жителей, пострадавших от наводнения. Сегодня, вы видите, не затягивая, мы приняли решение, где обследовали дома, которым не подлежат дальнейшему проживанию. И сегодняшний день начинаем уже их переселять, выделять им жилье с таким условием, чтобы там были все условия для проживания. И если вы видите, мебелированные, чтобы люди сразу могли полноценно уже жить. До осени всем жителям, пострадавшим от потопов, будет оказана необходимая помощь. Мадина Абдикаримова, Зарина Беккалиева, Лаура Даулитбек, Медед Каиркенов, Кокчаяк, Парад.